Ребята, всем привет! Сегодня у нас с вами очень лёгкое блюдо, очень вкусное блюдо, которое оценят по достоинству ваши детки и ваши вторые половинки. И наверняка вы сами, то есть, что называется, проще пареная репа, вы наверняка все уже готовили не раз кефтели, так называемые митболлс у нас в Америке. Я их готовлю в подливке, потому что ребёнок у меня их любит просто в подливочке. А мужу я потом поливаю томатным соусом, разогреваю томатным соусом, потом уже подаю с томатным соусом. Покажу вам просто, как я их готовлю. Может, у вас они получаются вкуснее, но я делюсь с вами своим рецептом. Первым делом у меня вот она лежит свининка-говядинка. Но прежде чем мы с вами будем смотреть на свининку и говядинку, я нарежу лук. Я беру половину, такой очень большой, ну как очень большой, серьезный такой луковичек. Вот, и я сейчас возьму эту половиночку. Сковородочка у меня уже греется. Я их порвлю. И кину на сковородочку, чтобы она у нас на сковородочке протушилась. Постараемся так, чтобы она не делалась румяная. Мы не хотим, чтобы она у нас была жевательная, мы просто хотим, чтобы она была мягче. Потому что мы, как бы, будем за ней наблюдать аккуратненько. Все. Пока у нас лучок тушится, и мы сейчас с вами сделать малолетний огонь. Так, мы с вами начнем открывать наше мясо. У меня по полтора фунта свинины вот в каждом из этих пакетиков. Вот, и два фунта говядины вот здесь вот. У меня будет очень много тевтелей. Это потому, что мне завтра надо на работу. Вот, то есть завтра я ничего уже готовить не хочу. Скорее, просто придумаю какой-то гарнир по-быстрому. Вот, а сегодня надо короедок кормить. Вот, так что мы наделаем тевтелей для всех. Так, соль. Поскольку соли надо много, так я беру. Вот, эту здоровенную свою банку. А не красивую, розовую, гималайскую соль. Вот, и специи. Свои любимые, которые я всегда кладу. В общем, побольше специй сюда, чтобы наши тевтельки не были такие никакие. И сегодня я купила в магазине сухариков. Как я люблю эти сухарики. Они так пахнут обалденно. Просто обыкновенные сухари, но они так называемые Italian style breadcrumbs. То есть, они со специями итальянскими. Вот. Так что туда вот побольше специй. И на штуке 2 или даже 3 яйца. На это количество мяса. Я вот пока разобью 2. Курочки наши снесли сегодня 4 яичка. Они уже нагреваются. На улице тепло, солнышко, весна. Вот. И сейчас я это поставлю в миксер, размешаю, посмотрю, как у нас состояние будет. Может, надо будет добавить еще одно яичко. Так. Лучок у меня вот тоже протушился. Такой стал прозрачненький, да. Но не поджарился. То есть, он не будет потом в тефтелях попадаться с такой вот жевательной. И теперь я это добавлю в мяско и поставлю все перемешиваться. Тем временем, на огонь ставлю кастрюлю, в которую набираю воды. И начинаю эту воду нагревать. Так. Водичка греется, а у нас вот размешалось. Господи, такое впечатление, что у меня семья не с 3-х человек, а с 12-ти сколько я этих тефтель делаю. Я люблю раз уже заводиться, значит заводиться. Вот. И катаем шарики. Наверное, великоват шарик такой. Да. Я уже совсем щедро эти тефтели делаю. Ну, такой я бы сказала вот в самый раз. И они получаются вот благодаря... Можно туда петрушечки свеженькой положить. А если вы любите... Ну, дело в том, что у меня уже, я говорила, сухарики. В сухариках уже добавлено очень много зелени. То есть, чем они великолепны, это то, что они сделают ваши тефтельки пушистее. Добавлением сухариков. Они будут такие очень мягенькие. Очень пружинистые. Вот. Вот. И то, что у них уже добавлено достаточно много специй. Вот. К вам уже не надо тогда самому особенно ни с чем возиться. Водичка у меня закипает. Я пока что буду крутить тефтельки. Как видите, работы такой особой тут нету. Вот. Тут вот просто надо сейчас настоять и навалять. Детё моё. Так. Моя водичка тут так красиво закипела. У меня там правые два лавровых листика и веточки укропа. Так. Что ещё туда люблю добавлять? Это вегетку. Так что мы сейчас туда насыпем вегетки. Ну, а теперь вот наши красивые тефтели, которые там лепились. Да? Начинаем. Их туда. Это у меня пока одна порция. Вторая порция у меня ещё и даже не слеплена. Так что пока я только эти кладу. Вот. И будем ждать, пока они сварятся. Их можно тушить в духовочке, девочки, если вы любите. Вот. В то же время немного они займёт. Буквально, наверное, на минут 15-20. Мы когда тушёнки делали, и я делала тефтели из оленины, которые мы закрывали в банке, вот я их тушила в духовке буквально 10 минут. Они были поменьше, не такие большие, как эти. Ну, вот примерно столько мне и надо. Вот. Укроп этот я сейчас повылавливаю, потому что я потом буду делать подливку из этой водички. Мне там такие палки не нужны. Ну, всё. Теперь ждём, пока на тефтелечке всплывут. А тем временем будем лепить следующие. Так, тефтельки мои закипели, и даже немножечко прокипели. Я даю буквально пару минут им прокипеть. Вах! Начинаю вылавливать. Складываю вот в мисточку. Сейчас буду класть следующую порцию. Я наделала их много, я вам просто сейчас покажу, ребята, ещё, как я их буду замораживать. Я ещё хочу их заморозить сегодня. Потому что их много, а, как я говорю в другой раз, просто времени вечером нету ничего готовить. И тогда самый идеальный вариант это залезть в морозилку и найти то, что ты туда положил раньше. Вот. Что я люблю делать вот в этом соусе. Если вы делаете в томатном соусе, тоже великолепно. Залили томатным соусом, и готово. Ну, просто томатный соус надо или покупать, или открывать закупорку. А я вот заливаю подливкой, которая тоже очень ароматная и вкусная. Ну, какая может быть подливка, представьте себе, да, если вот она делается на основе вот этого бульона, в котором варила всё это вкуснящее мясо. Естественно, подливочка будет очень вкусная. Ну вот, я кладу сейчас свою вторую порцию. Вот. Потом я их обратно свалю все вместе сюда, и мы с вами забацаем к ним соус. Вернее, не соус, а поджарим масло с мукой. И загустим эту подливочку. Так, ребята, у нас сварились все наши тефтели. Вот. И что я сделала? Те, которые я планирую замораживать. Я сохраняю такие плошки, в которых мы покупаем супы в магазине. Да. И я их никогда не выбрасываю, потому что у них есть свои крышечки. Вот мы там суп доели, я их помыла, сложила. Тефтельки туда. И водичку, в которой они варились, со всем вот этим вот шикарным жирком, тоже туда. И у меня вот получилось две таких вот емкости, да, которые я, когда они остынут, поставлю в морозилку. Вот. И пока я тут болтаю, у меня нагревается масло, которое мне бы желательно не спалить. Вот. И потом, когда у меня не будет времени, мне захочется взять и быстрее что-нибудь там приготовить, я могу достать эти фетельки, разморозить жирок этот, водичку, и потом на основе водички вот сделать тот соус, который я сейчас буду делать. То есть, заглушаю подливку, ничего особенного я не делала. там. Чуть-чуть растопило подсолнечное, вернее, чуть-чуть оливковое масло, но в основном берется масло сливочное. Вот. И чуть на этом масле я поджариваю пару ложечек муки. Вот. Ну, это не страшно. Выливаем ту подливочку, в которой у нас тушились наши тефтельки. и начинаем все это проваривать вместе. Сейчас я возьму венчик. Так, венчик свой я забыла, что я его кинула мыть в эту посудомойку, которая там у меня и рычит вот сзади. Так что я вот взяла шумовка, это все перетолкла. Вот. И добавляю сюда еще нашего бульончика. Потому что это будет вот подливочка для тех наших тефтелек, которые мы с вами, ребята, будем подавать сегодня, сейчас. Все, девочки, моя подливочка загустилась. И теперь я ее выливаю вот туда, вот в наши тефтелечки. И ставлю это все обратно. чтобы оно еще разик, все вместе прокипело. И вуаля! Мои тефтельки готовы. Так, ну все, они у меня закипели. Вот сейчас я их достану, вот такую вот парочку. Очень вкусный, легкий, сливочный соус. сливочный соус. Сливочный соус. Мелочкой ее разломаем. Покажем, какие они у нас хорошие, мягкие, ммм, и очень ароматные, ням-нямные, вкусные эти тефтелечки. Ммм, мм, мм. Девочки, мальчики, мальчики, пробуем, готовим обязательно. Все остальное впрок. Да, посмотрите, какой чудесный у нас бульончик остался. Вот. У меня еще и в бульоне, и в кастрюле там вот бульон остался. Я его сейчас тоже заморожу, он мне пригодится потом. Для будущего супа. А пока мы все с вами кушаем тефтельки. Еще раз всем спасибо, что вы были со мной на Подсолнечной Кухне. Подписываемся, ставим лайки, возвращаемся на Подсолнечную Кухню за новыми вкусняшками. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok